Здравствуйте, друзья мои! Как я и обещал, сейчас мы приставим вашему вниманию вторую часть, второй раздел водной части и уже приблизимся к практическим занятиям. Сейчас я введу в курс дела относительно хронометража и течения болезни, и течения практики. Вот это приблизительно вот такие цифры, чтобы вы имели представление, на протяжении какого времени и какие получались результаты, касаемо проведения массажных работ, гимнастики, силовой гимнастики и так далее. Ну вот приблизительно вот такой получается у нас алгоритм. Начало занятий у нас получалось 17.03.2017 года. То есть личная тренировка, это то, что я занимался гимнастикой, это ежедневно, а массаж через день. То есть вкупе получалось 3 занятия, 3 занятия в неделю. И после 17.03.2017 года, на протяжении 20-28 дней, уже вот начался ощущаться определенный прогресс, определенная динамика прослеживалась. Была ощутима. То есть в чем оно заключалось? Это вот я уже чуть-чуть начал владеть ногами, телом. И стали рассасываться, ну если можно так сказать, зажатости в ступнях. То есть это или спазматическое, как я знаю, как это будет правильно, но вот такое ощущение, что они вот, я всем говорил, что работа ступней замурованы в этом, цементе. Ну вот это где-то уже к концу месяца, после первых занятий, начало рассасываться. И уже мог с положения лежа в кровати вставать в положение седа. Далее в конце первого месяца, после того, как началась уже домашняя реабилитация, были приобретены ходунки и велотренажер минимальный. Мы это увидим уже в процессе видеороликов. И первая вот тренировка на ходунках началась 24.07.2017 года, когда я так, более-менее, вкарабкался на них, так, двухъярусные ходунки, что помогало. Ну, более легко подняться. И первые там вот попытки становиться, с опоры. Помню, первые три попытки делал, это не более одной-две минуты на каждой попытке. Было тяжело стоять. И так вот ежедневно хранометроз записан. И вот по сегодняшний день мы дошли по работе с ходунками, ну, почти максимум, что можно достичь. И по времени стояния с упором, и без упора. Ну, это уже порядки 15 минут на сегодняшний день могу стоять. Ходьба с упором, ну, это уже освоено, ну, можно сказать, что почти на 100%. И вот сейчас уже дня три я пытаюсь делать шажки, шагами назвать, еще раз говорю. Сложно, но без этого, без постановки ходунков на пол. То есть практически будем считать, что без опоры. Вот в двух словах на сегодняшний момент вот такие подвижки. Уже более детально я буду рассказывать, тогда буду представлять комплексы и какие-то нюансы. По динамике, по статике, по психологии, по психотехнике, когда это будет чисто мысленное, по визуализации и так далее и так подобное. А теперь представлю слово моему врачу-реаниматологу. Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович Донец, я врач-реабилитолог и проводил и провожу сейчас курс реабилитации моего пациента. Первое занятие, вот первые, скажем так, шаги у нас были, ну шаги в реабилитации были 17 марта. Да, 17 марта, да. Что, скажем так, что я впервые увидел. Пациент был в лежачем состоянии, то есть выраженная атония с атрофией нижних конечностей, гемипарез по вялому типу. Свялый, как еще называют, паралич, хотя это не совсем верно, ну, скажем так. Моей целью, как реабилитолога, было назначить лечение в плане проведения массажа, комплекса физиотерапевтических в плане магнитотерапии и электромиостимуляции. То есть по массажу. Массаж проводился достаточно жестко с элементами пассивной гимнастики для того, чтобы избежать возникновения контрактуризации мышц и суставов. Что можно еще сказать? Магнитотерапия проводилась также для обеспечения атрофики вокруг суставов и мышц. Электромиостимуляция проводилась для того, чтобы простимулировать те мышцы, которые, скажем так, не могут проработать с помощью ручного массажа. То есть более глубокого массажа. В принципе, ну, также моей задачей было, скажем так, направить пациента на путь самовосстановления. То есть замотивировать его заниматься самостоятельно, какой-то комплекс упражнений, вплоть, если говорить о первых началах, вплоть до обычного сокращения мышц, минимально-минимально возможно. То есть даже без движения, потому что движение тогда было крайне ограниченное, просто задача была, чтобы пациент сам мог хотя бы сократить то, что он мог. В том объеме, в котором это было для него возможно. Потом уже на более поздних этапах реабилитации уже добавлялись, добавлялись по мере возможности пациента, те комплексы упражнения, которые вы увидите в будущих видео. Или в прошлых. Что еще сказать? Ну да, в общем-то, если так вот, первый этап так сформулировать, ну, примитивно, опять-таки, без, так сказать, профессиональных этих, чтобы восстановить кровообращение, да, хотя бы первое. Восстановить способности чувства вот импульсия нейрологического, ну, и связи, опять-таки, доводить, да, Сережа? Ну, я так понимаю, там, с головного мозга, там, или спинного мозга, в зависимости, да, куда оно, откуда источник паралича. А потом уже на этом уже строить эту базу, потому что без массажа вот этого жесткого практически невозможно еще сделать. Не будет, да, вот, никакого. В первоначальном вот этапе лечения массаж имел своей целью именно избежание возникновения контрактуры мышц и суставов. То есть, чтобы мышцы не видоизменялись за счет длительного бездействия. То есть, массаж был жесткий и направлен на усиление кровообращения в пораженных конечностях. Также проводилась пассивная гимнастика, то есть, проработка сгибания и разгибания конечностей, чтобы не терялась их подвижность. То есть, без массажа, да, было бы атрофирование полностью, да, и потом вот их восстановить уже было бы сложно, да. Да, ну, много сложно. Это было бы наладить кровообращение, да, какое-то это тоже. Конечно. И связь такую уже тоже между мозгом и этими. Ну вот, в общем-то, да, да. Что еще можем добавить? Начало вот такое. Начало было плодотворное, наверное. Я очень доволен, потому что, ну, это те вещи, вот тоже массаж, тоже вот какая-то стимуляция. Ну, я бы лично не мог, если я могу где-то в физическом плане себе там составить программы и заниматься, но это уже моя воля. А вот все остальное, без профессионала я, конечно, не смог. Когда массаж элементарный, я ни к ногам не мог не дотянуться, ни... Ну, ниже колена это 100%. Так что дальше посмотрим. Мы под... Вот в роликах будет видно, какой вот... Это еще промежуточный итог. Еще раз хочу повторить. Это еще далеко не финиш, но за два месяца с копейками, не более, уже вот какой-то результат есть. Мне сложно сказать, это много или мало. Я думаю, что не мало это точно. Это, в общем-то, неплохой-неплохой результат, неплохой знаменатель. Опять при условии, что да, это не такой уже сложный паралич. Ну, тем не менее, конечно, все пришло в восстанавливание. Ну, вот так, да. А остальное мы будем уже вам представлять уже своими комментариями. Попробую подробно, может, оно будет слишком подробно. Ну, кашу маслом не испортишь. Всего доброго. Да, до свидания.